Субтитры делал DimaTorzok 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 Далее Лопату хрен воткнешь Благо тут хотя бы конечно глубина не такая большая Но все равно я уже заколебался тягать такой песок Сами понимаешь тут половина песка это камни от маленькой щебенки до булыжников Ну и вес тут конечно такого грунта не такой как у песка вот поэтому все гораздо тяжелее Блиндажик у нас оказался похоже тоже горелый вот как тут иногда бывает не всегда но иногда тут уже какие то шматье какое то пошло горелое там целым пластом лежит что то может не знаю как это одежда может быть что то сгоревшее рядом лежали пачки патронов финские вот они остатки картона от пачек ну и соответственно вот обоймы и латунь латунь гильзы горелые горелые патроны какая-то железка непонятная ну в общем сейчас буду наверное расширяться посмотрим что там все таки по низу лежит вот это там ткань шматок прям он уходит туда сейчас попробуем туда разрыться посмотрим что там вот ну поглядим возможно не только горелые шмотки горелые патроны может интересно увидим ну в любом случае интересно посмотреть просто очень тяжело конечно очень тяжко вот поэтому за сегодня я даже не знаю сколько я тут оселю посмотрим посмотрим но в любом случае потом можно этот блин будет добить переднюю часть все равно зимой не докопать она промерз так ну что вот этот потихонечку дно это раскапываю ну тряпки какие-то непонятные что-то только нет они совершенно вообще разные какие-то тоненькие не тоненькие не знаю может быть сидр тут был какой-нибудь рюкзак сгорел что рядом вон коробка противогазный фильтр противогазный видите наш к нему он тоже какая-то ткань прилеплена куске ткани вон там нашел этот вон смотрите бинт бинт и карандаш бинтик карандашик и вот даже целый патрон попадается эти обойма обойма целая такое вместе с тряпками было тоже что это что это за какой-то половичок какой-то или что это что за оренбургский платок не знаю непонятно в общем потихонечку расширяюсь смотрю ну много конечно горелых тряпок и горелых патронов ну как я предполагал там лежал ранец РКК мохнатый наподобие немецких я недавно рассказывал показал что это промокод лунный ландшафт специальная ссылочка прямо под видео а для тех кто любит ходить за покупками пешком есть отличный офлайн магазин в подольске магазин у деда мити лунный ландшафт рекомендует это все вот от него запчасти вот остатки ранца сгорел стоял вот лямки как раз от него кожаные вот этот мех который снаружи был вот два противогаза лежал то есть не просто фильтр лежал два противогаза вот фильтр остатки фильтра второго противогаза вон видите очки очки похожи один вранца лежал второй просто рядом как-то вот надо смотреть еще интересная штука вылезла граната финская пробитая пробитая осколками не просто взорвавшись или сгоревшие ну а сгорел конечно тоже как все остальное тут но она еще видите как осколками пробита забавная штукенция только вот финская граната вот надо смотреть там похоже вещи солдат лежали наши что оттуда дальше надо здесь убирать там достал просто расплавленный кусок алюминия здоровый что это было черт его знает может фляга может котелок но видимо что то из этой оперы в общем надо здесь я раскопал ну вот надо теперь туда стал подкапывать надо выкидывать грунт уже вот и посмотреть что там дальше ну вот какие то здесь вот прям явно лежали вещи как минимум рюкзак лежал с вещами и еще рядом вещи какие то бойцов ркк да не очень понятно как то получилось но вот так вот ну будем дальше смотреть что там у нас малолетки еще находки могут быть вот да что тут как то так у нас тут ну фурнитура естественно и от противогазной сумки и от ранца все но все такое горелое продолжать расширяться подошел уже к задней стенке вот под задней стенке вот смотрите винтовка мусина лежит естественно тоже горелое вот начинают всякие мысли конечно появляться как так могло получиться и вещи личные тут лежали винтовка тут вон тыльник от нее и тыльник вот здесь был значит она стояла когда блиндаш видимо горел потом ее уже сложила горелую вот непонятно как так что тут было может попадание было прямое но смотрю тут аккуратненько но человеческих останков никаких нет хотя бывали блиндаши такие вот ну то есть без останков горелые брошенные подожженные видимо при отступлении и там тоже ну попадались всякие вот горелые и оружие лишние вещи может быть может быть такой же блиндаж ну вот видите лежит он туда уходит надо подкапывать туда дальше копать ну посмотрим пока больше ничего не было баночка тут не запотевая к противогазу была но развалилась конечно вот я вытащил обстучал немножко чтоб вам показать ну вот такая вот винтовка мощная трехлинеечка сгоревшая видимо с патронами короб сдуло напряжение вот 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 уже такое такое макет называется вот и нам такое понятное дело не нужно мы тут прикопаем прикопаем интересно просто сам факт находки так блин даже сгоревшие 3 ладно будем дальше стать посмотрим что тут что тут что тут как тут вот такая вот находка неожиданно ну очень тяжело конечно дается блиндаж этот на сегодня все стал почти заднюю часть я докопал тут осталось на самом деле здесь и подкапывал по сути этот угол остался вот на передней части когда уже оттает но это тоже уже через несколько дней уже будет как бетон так что это тоже докапывать уже по весне а то и по лету когда она тает теперь тут снега столько что он тает быть черт сколько вообще учетом попалась еще один фильтр от противогаза попался что там баночка была под подпочтите эти запотевайки наши противогаза такой вот хрень это непонятно что это за подставка как это не знаю непонятно что за подсвечник так что там консерва консерва и ну вот блюдо такое не блюдо тазик не тазик миска такая прямоугольная врачей вот эмалированная беленькая ну еще в целом вот в общем то такой дюрморт за сегодня получился взять по сути тут что и еще мы было интересно было интересно было интересно возьму колотуху он прикольный энтуражный такой тем более пустая выгоревшая вот а так в общем то я плашку тоже заберу плашечку почищу а вроде не чушная даже буду не складывать монетки вот ну как так вот еще вставочка сделала тоже покажу как мы ездили копали блиндаж с товарищем вот советские этот финский но почему-то в основном находки советские вот а там чисто советский был бонус бонус трек так раз произошла смена позиции чем тут про снегу блин даже кто-то такой большой довольно глубокий сейчас попробуем поглядеть а там придем будем будет вот раскапываем блиндаж и очень много консерв очень много консерв попадается то есть и коли немножко баночка такая лежала к это там сверху тарелка он битая вот к этому подошва керосинка дохлая там вообще ой мега котел здоровенный чан чайку заварим с песочком снежок есть помоем главное чтобы ухо было второе сейчас уже практически вышли на пол штык остался посмотрим что там дальше час этим шлом даже внутри что туда но внутри тоже это железное мощно 2 был либо от этого кусок либо 2 ну-ка то здоровый кусок да тут рядом был манчат посмотрим дальше будет зачистим так что блин мы практически блин даже раскопали и спереди токов немного недокопано осталось а так мы отсюда подкопали в центр туда и сзади там забурились в центр тоже подкопали ученым и этот вытащить котел здоровенный он конечно битый оказался вот только на долл он сдавать он суп это не доступится от танка не знаю что такое деталь ухо огромные тяжелая ну и помелче тут пара банок все было таких вот это тушенки этот противогазовым запчасть ручка от финской лопаты ножка перочинный но естественно весь не очень грудь сыроватый здесь песок вот пузырёк он медицинский был так разбитый фляга тут разбитая была вон от нее пробочка резиновая не часто не попадается хорошая вещь это патрон был сигнальный нашего пистолета сигнального советского кота латунная запчасть замочек это керосинка очередная это видимо 2 было ну ложка такая вот латунная но почему-то она он ведь я лежала вот так вот раздавлены понятно как этот раздавил все таки довольно толстая лату причем не здесь сломалось то как обычно ложка ломается а вот здесь двух местах необычно вот да и все вроде да ну гнилые патроны быть так консерв миллион было тут предположили что может быть какая-то столовая было много консерв банки и вот котел такой огромный ножка правда одна была ну ложки особо и не должны быть по идее разбросаны блин даже столовых ну вот такой вот как-то у нас результат в общем покопали чудо провели время ну вот так что так ну ладно и что-то у нас видите в ядре сколько мусора этого патроны жжёные чего в общем все хорош поеду я до дома обратно в общем всем спасибо кто смотрел здесь было интересно вот это был лунный ландшафт и до новых встреч обязательно каменные лайки ставьте комменты обязательно пишите вот было сегодня конечно очень тяжко копать в такой грунт он и сырой еще и в центре еще промерзший и тут песка то где-то 50 процентов камня не спешные глопату не воткнуть вообще тяжело 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 выкидывать этот грунт конечно наверх вот ну так вот вот так вот ладно все всех был рад видеть всем покеду руки уже отмерли все отмерзло все таки сегодня мороз мощный